Русские новости Когда я читаю в книге уважаемого историка оскорбительные, совершенно клеветнические утверждения по поводу Николая II, не только его личности, но и итогов правления, я думаю, читал ли этот человек вообще хоть что-нибудь о том, что происходило в России в период правления Николая II чуть менее четверти века. Это все-таки достаточно длительный период, и за это время и много разной статистической, аналитической информации накопилось. Читал ли он хоть что-нибудь, чтобы писать вот такие гадости, когда Николая II называют неудачником, когда на него валят поражение в Первой мировой войне германской, хотя поражение это полностью и целиком отнесено только к временному правительству, которое являлось группой заговорщиков. Арестовавший государя императора, верховного главнокомандующего и отстранившего от командования фронтами всех командующих фронтами, которые якобы, это тоже клеветническая выдумка, выдумка фальсификаторов, якобы все командующие фронтами поддержали отречение Николая II. Да и самого отречения не было, это тоже фальсификации. Вот этими фальсификациями и этими клеветническими выдумками продолжают жить не только граждане, но и историки, которые не только действительно профессиональные материалы публикуют, профессиональные исторические публикации от их имени исходят, но и позволяют себе вот такие непростительные, я бы уже сказал, что это не ошибки, непростительные мировоззренческие заблуждения. Ну хотя бы я предложил бы прочитать историку, да, и любому российскому гражданину вот такую книжечку. Это всего ничего, 10,5 страниц текста, бразоль, царствование императора Николая II, 1894-1917 год, цифров их и фактов. Тут все изложено очень коротко. В России население вырастало за этот период правления Николая II на 2 миллиона 400 тысяч человек. И в основном это были русские люди, где в семьях было по 10-12 человек. Вот как может язык повернуться у историка, сказать, что правление Николая II было провальным, неудачным, когда за время его правления количество подданных Российской империи выросло на 60 миллионов человек. Это примерно такой же отрезок, как от пришествия к власти Ельцина до наших дней. Вот за это время мы потеряли, потеряли, трудно сказать даже сколько, ну, десятки миллионов душ, которые должны были бы родиться. Даже на советском уровне рождаемости мы бы получили заметный прирост населения. Ну, а что во времена Ельцина, что во времена Путина, у нас была демографическая катастрофа. При Николае II 60 миллионов человек прибавила Россия. В основном это русские люди, в основном. Мы потом еще вернемся к тому, сколько же русских людей было в России, потому что опять клеветническая информация распространяется, якобы Россия была не русской страной, якобы русские составляли меньшинство. Это ложь, это ложь. И она настолько очевидна, что даже как-то не хочется ее разоблачать, но все-таки цифры мы приведем, но чуть позже. Итак, это ключевой момент. 60 миллионов человек в полтора раза увеличилось население Российской империи при Николае II. И называть все это дело провалом или неудачей, ну, как только поворачивается вот этот язык, который, наверное, слабо связан с мозгами, но ведь эти люди пишут, они же пишут книги, и в этих книгах утверждают вот эти глупости. Промышленности и экономика. В период между 1890 и 1913 годом русская промышленность увеличила свою производительность в 4 раза. Еще раз, вздумайтесь в эту цифру. Увеличение производства промышленности в 4 раза. Понятно, что это период индустриализации, все страны, которые проходили индустриализацию, все показывали примерно такой рост или около того. Но, тем не менее, Россия в тот период, в течение 30 лет оставалась лидером роста экономики в мире. Лидером. Поэтому в 4 раза. В 4 раза. Есть у нас аналоги в нашей истории? Нету. Советский период не показывал столь высоких темпов, такого не было. Урожайность с десятины. 1901 год, 33 пуда. 1913 год, 58 пудов. Рост на 80%. Это не полное, а всего-то за 12 лет, за дюжину лет. На 80% рост. В течение двух десятилетий, предшествующих войне 14-го года, сбор урожая хлебов удвоился. То есть, если население увеличилось в полтора раза, то производство хлеба удвоилось. Жить стали лучше, даже было что экспортировать, было что вывозить за рубеж. Вот и получается, вывоз земледельческих продуктов из России в Англию, зерна и муки, составил в 1908 году 858 миллионов фунтов. А в 1910 году 2,8 миллиарда фунтов. То есть, вывозили еще сельхозпродукцию, излишки были. Про голод там кто-то рассказывает нам. Были неурожайные годы. И в любом государстве такие происходят нестроения. Естественно, что тогда экспортировали меньше или вообще не экспортировали. Но вот был такой экспорт. Экспорт зерна и муки в Англию. Вот еще цифры, например, потребление сахара на каждого жителя повысилось с 2 до 9 килограмм в год. Это с 1994 года по 2013. Производство ржи в тот же период с 2 миллиардов до 4 миллиардов пудов. Потребление чая было в 40 миллионов килограмм. В 2013 году стало в 75 миллионов килограмм. Накануне Первой мировой войны Россия производила 80% льна в мире. 80% производства льна. В результате проведения работ по орошению в Туркестане произошло удвоение производства хлопка. Удвоение производства хлопка. Чего не возьми, все удвоено, утроено. Четыре раза увеличено. При Николае II построен Великий Сибирский путь. 8 тысяч верст. Это была самая протяженная железная дорога в мире. В 2016 году в самый разгар войны было построено 2 тысячи верст железных дорог. К 2017 году в России было 15 тысяч километров железных дорог в постройке. Поэтому это все то, что приписали себе большевики. Уже были практически построены 15 тысяч километров. И вот эти километры были приплюсованы большевистской пропагандой, успехом советского строя. Среднегодовой рост, исчисленный с 1980 по 2017 год в Царской России, был 1500, точнее 1575 километров за год. За 38 лет советской власти к концу 1956 года, ну вот эта брошюра образована, вышла в 1958 году, годовой прирост лишь в 955 километров. То есть более чем в полтора раза производство железных дорог в Российской империи превосходило на длительном периоде, не в какой-нибудь там год, а на длительном периоде. Накануне войны 2014 года чистый доход государственных железных дорог покрыл 83% годичных процентов и амортизации государственного долга. Иными словами, выплачивание долгов, как внутренних, так и внешних, было обеспечено в пропорции более чем на 4 пятых одними доходами, которые получало русское государство от эксплуатации своих железных дорог. Это к вопросу о том, что ах, мы такие были бедные, у нас такие были огромные долги перед Западом, особенно перед Францией, мы вот были опутаны этими долгами и поэтому произошел крах и Российская империя рухнула. Это вранье, это вранье. И кроме того, надо добавить, что русские железные дороги по сравнению с другими для пассажиров были самыми дешевыми и самыми комфортабельными в мире. Вот что такое на самом деле была Российская империя. В отличие от того вранья, который вы можете читать, такого оценочного, пропагандистского, неприводящего, никакие цифры в работах советских историков и постсоветских вот таких мозгоблудов, которые позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес Российской империи и лично в адрес убиенного изуверами государя-императора Николая II, который погиб вместе со своей семьей и, в общем-то, встал за свою страну, пожертвовав жизнью. Смотрим дальше. По рабочему законодательству здесь целая страница написана. В 1982 году специальный закон урегулировал работу детей 12 до 15 лет. В 1903 году введены рабочие старосты, избиравшиеся фабрично-заводскими рабочими соответствующих цехов. Существовали рабочие союзы, которые были признаны законом. В России можно было прибегать к забастовкам, в отличие от многих других стран. Поэтому в России забастовок было много, потому что можно было со своим работодателем разрешать споры с помощью забастовок. Об этом практически никто не знает. То есть были фактически профессиональные союзы, были избираемые старосты на небольших производствах. И была возможность проводить по закону, проводить забастовки. Скажите, у нас сейчас можно проводить забастовки в нашей постсоветской сверхдемократической России? Невозможно. Вы знаете что-нибудь про забастовки в России? Да, иногда случаются, иногда случаются. Но эти события не признают забастовками по закону и, соответственно, опутывают штрафами и полицейскими акциями любые действия рабочих, которые пытаются возмущаться против своего работодателя. А вот рабочие космодромы Восточные, они пишут непосредственно нынешнему руководителю страны, которого почему-то иногда считают императором или монархом, автократором. Челобитные, мол, нам задерживают зарплату. Вот в царской России просто объявили бы забастовку и зарплата была бы выплачена, вне всяких сомнений. По народному образованию мы еще цифры приведем, но вот посмотрим, что написано в Бразоле. Вот за период царства Николая II до начала Первой мировой войны. Бюджет Министерства народного просвещения вырос с 25 миллионов рублей, золотых тогда имеется в виду, до 161. Увеличение на 628 процентов. Число учащихся увеличение на 227 процентов. В высших учебных заведениях увеличение на 180 процентов. Число учащихся в низших учебных заведениях на 96 процентов, то есть в два раза. Первоначальное обучение было бесплатно по закону, а с 1908 года оно сделалось обязательным. С этого года ежегодно открывалось около 10 тысяч школ. А вот при Путине ежегодно закрывалось по 10 тысяч школ. Вдумайтесь в эту цифру. 10 тысяч школ закрывалось, я отвечаю за свои слова. При Путине ежегодно закрывалось 10 тысяч школ. Фактически сейчас на селе школьного образования нет. Оно исчерпано, исчезло. Одноэтажная Россия исчезает. Исчезает население сельской местности. Все переселяются в крупные города, где только осталось образование. А вот при Николае II 10 тысяч школ открывалось ежегодно. В 2020 году проведены были исследования грамотности молодежи. И оказалось, что как раз в период Российской империи 86% молодежи от 12 до 16 лет научились читать и писать. Поэтому разговоры о неграмотности, безграмотности России это тоже клевета и ложь. Клевета на нашу с вами родину. Нашу историческую родину. На тот период, где сосредоточены все наши ценности и все понимание истории. Вот кто не понимает, кто не понимает, что такое для него родина и что такое Россия, те клевещут на Российскую империю. А в особенности отвратительно клевета на Николая II, чье правление было самым успешным во всей истории России. Во всей истории России. Земельный вопрос. Ах, безземельность и так далее. Да, население росло невероятными темпами. Земли на душу населения становилось все меньше. Поэтому была принята программа, Столыпинская программа переселения в Сибирь. Те, кто переселялись, освобождались от всяких налогов на длительный период, получали по 15 гектар на человека, переселявшегося, или, если с семьей, переселились 45 гектар земли на семью. При этом семьи перевозились со всем имуществом за казенный счет до места поселения. Создавались казенные склады земельных машин, которые снабжали население сельхозорудиями по крайне низким ценам. То есть все было обеспечено, и переселение, заселение Сибири и Дальнего Востока шло высокими темпами. Если бы не революция, у нас вся страна была бы заселена, а не только сконцентрирована где-то в центральной части. А сейчас вот это безумие с созданием так называемой новой Москвы, прирезали к Москве огромную территорию. Это фактически диверсия против российской государственности. Пытаются стянуть со всей страны, всех вот в Подмосковье. И там, вот там будет вся Россия жить. Я думаю, что там весь Кавказ и вся Средняя Азия будет жить. Вот именно на этой территории, которая благодаря Собянину и олигархическим группировкам, на которые он ориентируется, будет вот такое массовое переселение. И Москва перестанет быть вообще русским городом. Будет считаться, что Новая Москва – это часть Москвы, а жить там будут в основном Кавказцы и Азиаты. Собственно, это уже и происходило в предшествующие годы, мы видим. А здесь Сибирь и Дальний Восток стали бы населены, густо населены русскими людьми. Русские крестьяне распахали бы там территории, и там рост численности населения продолжился бы, чего не произошло в советский период. Кроме того, государство скупало помещичьи из земли и передавало их крестьянам в кредит, доходивший до 90% стоимости земли при очень низком проценте – 4,5%, включая погашение долга. 4,5% годовых, включая погашение долга. Результатом этой меры было то, что в 2014 году, то есть накануне войны, более 80% пахот на земли в Европейской России оказалось в руках крестьян. Поэтому все разговоры о помещичем землевладении и вся эта большевистская агитка ничего вообще не стоит. Крестьянский банк выдавал крестьянам суды для того, чтобы они выкупали вот эти земли. Хотя понятно, да, тяжело было выплачивать за купленную землю те проценты. Но кто работал, тот выплачивал. А кто не хотел работать, тот и тому и земля не нужна была. Таким образом, накануне февральской революции, смотрим, население в миллионах выросло со 122 до 182 миллионов человек. Крестьянское землевладение в миллионах десятин от 132 до 240 миллионов десятин. На дну дворянскую десятину приходилось крестьянских в 1894 году две десятины, в 1918 году пять с половиной. То есть шло планомерное устранение вот этого дворянского землевладения и превращение всех крестьян в собственников земли. А дворянство фактически становилось безземельным, только служилым. Это была абсолютно верная реформа. Дворянство за службу. А крестьяне могли трудиться на своей земле, и эта земля им предоставлялась. И стремительная реформа привела к тому, что накануне февральской революции 100% пахотной земли Азиатской России было крестьянским. И 90% всей площади Европейской России тоже по пахотной земле принадлежала крестьянам. Россия была крестьянской страной и быстро индустриализировалась. Земля принадлежала крестьянам. Земля, еще раз говорю, принадлежала крестьянам. Поэтому большевики, когда говорили землю крестьянам, они лгали. Фабрики не принадлежали рабочим, но там существовали рабочие комитеты, профсоюзы, возможность забастовки. То, что и должно быть в индустриальной стране, где существуют как партнерства между работником и работодателем, так и конфликты, которые разрешаются законным путем. И поскольку это законодательство было создано и развивалось дальше, рабочее законодательство, то Россия шла вперед и индустриализация шла стремительными темпами. Причем не насильственная, не варварская, без всяких гулагов, без массовых расстрелов, без гражданских войн. Вот фактически и все, что я хотел бы привести из вот этой небольшой брошюрки. Ну а тем, кто желает более подробно ознакомиться с итогами царствования Николая II, предлагаю фундаментальную книгу Альфреда Меррика «Император Николай II и судьба православной России». Вот эта книга, прекрасно изданная в Москве, издательством «Духовное просвещение» в 2013 году. Шикарно иллюстрированная книга на мелованной бумаге, красивая, с иллюстрациями по каждому направлению, по каждой главе, по каждой фактически странице. Здесь о Николае II, о его судьбе, фундаментальные события в его жизни, это то, что связано с ним и связано с Россией, это Транссибирская железная дорога, денежная реформа, Гагская конференция, реформа сельского хозяйства, церковные преобразования, отдельная глава. То есть здесь тоже все ставилось на место. К сожалению, именно поэтому в церкви созрел государственный переворот, и церковь стала соучастником февральского переворота, до сих пор в московской патриархии это не признают, и не признают вины, и не собираются реабилитировать церковь после вот этого масштабного предательства, масштабной измены, которой замазано все, абсолютно все священство до сегодняшнего дня. Борьба с пьянством, тут отдельная глава, тоже вернемся к этому еще. Успехи России, которую мы потеряли. Здесь прямо по отраслям промышленность, транспорт, добывающая промышленность, пищевая промышленность, кустарная промышленность, предпринимательство, бюджет, налоги и доходы, забота о беднейших слоях, культура, просвещение, живопись, архитектура, литература, музыка и театр, народное творчество, наука, авиастроение, кстати, авиация возникла, да, авиастроение, подводный флот тоже впервые возник при Николае II, электрификация страны, автомобильная промышленность, все это было, о роли верховного главнокомандующего, как Николай II, чрезвычайно успешным был верховным главнокомандующим, вот эта книга. Всякий образованный русский человек должен эту книгу прочесть, я считаю. Вот кто не прочел, еще раз, Альфред Мирик, император Николай II и судьба православной России. Кто не прочел, тот не может ничего говорить о Николае II, ничего, ни слова, лучше заткнитесь, я говорю вот этим всем клеветникам, если вы не знаете ничего, то честно было бы помолчать, если знаете, вот попробуйте опровергнуть, не можете, помалкивайте. И если не в состоянии прочесть книгу, там в 2-3 сотни страниц, а это сейчас 99%, просто не в состоянии прочесть, поэтому у них мнение, у них не знание, у них мнение на пустом месте возникает, как и у некоторых историков, которые вместо того, чтобы изучать литературу, изучать статистику и все это дело публиковать и просвещать людей, они начинают публиковать клеветнические мнения. Вот эти мнения, хочется сказать что-нибудь грубое про эти мнения, но пока воздержусь и скажу, у кого совсем уж нет времени, загляните в интернет и посмотрите. Вот мы смотрим на те графические публикации, которые есть в интернете. Вот смотрим еще до революционного издания, сравнительная картинка платежи по государственному долгу для различных государств, общая сумма и сумма приходящихся на одного человека. Мы здесь не видим эти циферки, потому что слишком это мелко, но мы видим, действительно Россия обладала самым большим внешним долгом, здесь указано 379,9 миллионов рублей, видимо золотых рублей. И сколько это приходится на душу населения, мы видим, там 2 гривенника, по-моему, кладет русский крестьянин в эту копилку или в этот государственный долг вносит. То есть это ничтожная цифра для России. А посмотрим, что у других. Франция, я так понимаю, 9 рублей на душу населения, Англия 5 рублей на душу населения, Австро-Венгрия 5 рублей на душу населения. То есть неизмеримо большая нагрузка внешнего долга. Поэтому разговоры о том, что Россия вот такая несчастная была опутана долгами, эти долги были ничтожны. Я уже говорил про то, что 4,5 долга вместе с выплатами процентными и погашением долга покрывались только доходами от железных дорог, которые были самыми дешевыми в Европе для тех, кто ими пользовался. Смотрим дальше. Италия тоже 6 или там около 6 рублей на душу населения. Германия 3 рубля на душу населения. Япония 2 рубля на душу населения. И только Соединенные Штаты Америки имели минимальный внешний долг и незначительную нагрузку этого долга на душу населения, где-то сравнимую с той нагрузкой, которая была в России. То есть идет сплошное вранье. Россия была опутана внешними долгами. Ложь и клевета. Ключевой показатель, который сегодня используется, ВВП Российской империи, США и европейских стран в 2013 году. Вот цифры в пересчете на доллары по курсу 1990 года. Россия оказывается на втором месте после Соединенных Штатов. И немного отстает от Германии. То есть три ключевых мировых лидера. США, Россия, Германия по ВВП. Если кому нравится ВВП считать, это не очень корректный счет. Но Россия на втором месте в мире. Вот смотрим рост промышленности в сравнении, в процентном сравнении. Начиная с 1887 года за 100% принят уровень индустриализации, уровень развития промышленности. И дальше рост. Смотрим, кто рекордсменом является роста. Россия. И никто ее не догоняет. Наоборот, разрыв увеличивается все больше и больше. Доля налогов в подушевом национальном доходе. Видите, Россия имеет один из самых низких уровней налогообложения. По данным за 2013-2014 год в Европе. В США меньше. Но в России и Италии примерно на одном уровне. И эти налоги одни из самых низких в Европе. Трорисовая железных дорог. Синим цветом отмечено то, что происходило в Российской империи. Красным цветом отмечено то, что происходило в Советском Союзе. Мы видим, что неравномерное развитие, потому что реализовывались проекты. Не просто построить по плану, там сколько-то проложить шпал. Реализовался проектный принцип строительства железных дорог. Поэтому вот выстреливали до какого уровня, какие были мощности. Какая была производительность в километрах. До 4000 километров, 5000 километров в год. Смотрим советский период в разы меньше. И не проектный подход, а нормативный. Лишь бы построить сколько, куда все это, куда эти шпалы ведут, куда эти рельсы проложены. Ну а в 2000 году, в общем, и строить не нужно. Видите, практически ноль. Производство меди в Российской империи. Смотрим, очень быстрый рост. Затем, в период обострения революционной борьбы и в период войны, конечно, идет определенный спад. Но тенденция совершенно ясная. Эта тенденция могла бы быть продолжена, если бы не война, если бы не революционное разрушение нашей страны. Вот данные о поставках зерна на мировой рынок, как изменилось, начиная с конца 19 века по предвоенный период. Мы видим очевидный рост экспорт в среднем за год в миллионах тонн. От 2 миллионов, чуть больше 2 миллионов, до 4,5 миллионов тонн поставок зерна на мировой рынок. Вот суммарная стоимость сельскохозяйственных машин, поставленных в российское сельское хозяйство. Здесь выделены произведенные внутри страны черным цветом, помечены красным цветом импорт. И общая сумма серым цветом. Мы видим колоссальный рост индустриализации сельского хозяйства, который продолжился бы вне всяких сомнений. Тем более, что громадные тракторные заводы были заложены именно в период правления Николая II. Большевики только использовали то, что уже было фактически построено. Использовали те планы, которые были заложены в индустриализацию Российской империи. Вот производство тракторов и других сельскохозяйственных машин было бы на высочайшем уровне, если бы не революция и гражданская война. Лет на 15 раньше индустриализация произошла бы в России. И никакой Второй мировой войны просто не было бы, невозможно было бы воевать с Россией, которая была бы столь мощно оснащена техникой и имела бы такую мощную экономику. То есть, следствием большевистского разгрома и следствием предательства, февральского предательства России, была Вторая мировая война, которая принесла именно русскому народу чудовищные жертвы. Чудовищные жертвы. Согласившись на революцию, допустив революцию, допустив гражданскую войну и разгром Российской империи, русский народ положил на жертвенник вот этих сатанинских большевистских экспериментов и сатанинских экспериментов в Европе миллионы и миллионы, десятки миллионов жизней, своих жизней и жизни тех, кто пришел завоевать нашу страну. Смотрим, добыча угля, резкий быстрый рост, выплавка чугуна и стали, примерно одинаково, что чугуна, что-то стали выплавлялась, быстрый, стремительный рост. Смотрим, добыча нефти. Добыча нефти тоже претерпевала стремительный рост, пока не началось революционное движение и вот эти провалы середины нулевых годов 20 века связаны именно с тем, что поджигались нефтяные прииски, что на Северном Кавказе, что в Баку. В общем-то, производство нефти росло в основном за счет бакинских приисков. Вот там развлекались эти революционные силы тем, что истребляли национальное достояние нашей страны. Смотрим следующий график. Производство цемента. Синим обозначено, как развивалось производство цемента, а значит и фундаментальное строительство в Российской империи и производство цемента в СССР. Понятно, что вот здесь обозначена последняя цифра, это плановые показатели, которых должна была достигнуть Россия накануне войны. Дальше идет спад до 20-го года, фактически до нулевого производства. И быстрый рост, который, если мы проведем горизонтальную линию, последние точки синего цвета, то мы увидим, что в середине 30-х годов, вот когда большевики достигли того уровня производства цемента, который был достигнут в Российской империи, можно сказать, к моменту ее уничтожения, к моменту краха. Дальше смотрим производство чугуна. Россия всегда лидировала, заметим, всегда лидировала по производству чугуна среди крупнейших европейских стран. А потом отрыв резко увеличился даже в сравнении с производством в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты стали новым лидером, в какой-то год, там, около 10-го года вырвались вперед. Но Россия тут же нарастила, многократно нарастила производство чугуна и была на первом месте. А чугун тоже основа экономики тех времен и один из ключевых показателей. Посмотрим на социальные показатели. Численность населения России в миллионах человек. Мы смотрим стремительнейший рост именно в царствовании Николая II, я уже говорил, прирост в 60 миллионов человек. 60 миллионов человек. И в основном, еще раз, это были русские люди. В основном, это были русские люди. И Россия русифицировалась не только за счет русификации инородцев, но и за счет увеличения доли русского населения. Это происходило. Смотрим грамотность населения. Это перепись 1897 года. Это только на старте правления Николая II, когда мы прекрасно видим, что население в возрасте от 10 до 19 лет, это уже почти 50% грамотности. И это означает, что к завершению правления Николая II, к 14-му году или к 17-му, практически вся молодежь была грамотная. Практически вся молодежь. Младенческая смертность – один из ключевых показателей. Мы смотрим, как уменьшалась она с 1892 года, тут объединены по годам, до 1907-1911 года. Серьезное снижение младенческой смертности. Здесь получается на тысячу человек примерно четверть детей умирало. Четверть детской смертности была высокая, но она была высокая везде. Таков был уровень медицины. И кроме того, эта смертность показывает естественный отбор. То есть умирали слабые дети, умирали вовсе не от голода и не от того, что там медицина была никуда, а умирали самые слабые. Если было 10 человек в семье, то 2 человека умирало в младенческом возрасте. Остальные – это была плоть и кровь русского народа. И он стал таким крепким и мощным, и победил в двух войнах, которые не были бы перенесены ни одним другим народом. Именно потому, что русский народ был здоров духом и телом. Здоров духом, который был воспитан в Российской империи, и телом. Он был способен на такое деторождение по 10 человек в семье, по 10 детей в семье. Вот процентный состав, тоже дореволюционная публикация. Сравнительная численность народов, населяющих Россию. Русские – 65%. Никакого деления на великороссов, малороссов, белорусов. Нет, это все русские. Так себя люди и считали. Никто не считал себя украинцем. Если считался украинцем, то просто жителем окраины Украины. Русским – жителем Украины. Поэтому русские – 65%. Самый большой процент – это турки и татары. Ну, туркмены туда всякие там входят. То есть азиаты. Азиаты, включая татар – 10%. Поляки – 6%. От поляков избавились большевики. Их выбросили. Европейцы вместо того, чтобы русифицировать, взяли, просто отрезали и превратили в враждебное государство, направленное против России русских, советских. Их все равно. Вот Польша, как такая политически ориентированная против России, среда была всегда, всегда. Даже в период советской власти антирусские настроения в Польше были нормой. Финские племена – 4,5%. Ну, большую часть вместе с Финляндией отбросили вместо русификации. Хотя еще Пестель, декабрист, писал, что финны – это примерно то же самое, что русские. Они все практически все говорили по-русски. Уже это были верные русские подданные. Отделили большевики только с одной целью. Если куда бежать, то вот будет независимая Финляндия. Там уже была Конституция, там уже был парламент. Вот можно было бы туда бежать, в европейскую страну. Во всех остальных странах мы могли за шкирку взять. А здесь еще государственность не окрепла, но вот эти демократические институты уже были. И там было бы убежище, куда, собственно, и бежали большевики из Санкт-Петербурга по льду быстренько туда, в Финляндию. Поэтому отделили Финляндию, хотя она особо и не рвалась. Евреи 3%, 3%, сейчас еще меньше, но влияние просто не сопоставимо с процентным соотношением. Литовцы 2%, немцы 1,6% и так далее. Горсты 2%, армяне 0,9% и так далее. Но самое главное, что Россия была русской страной. Вот этот график показывает, Россия была русской страной. Относительно пьянства, относительно русского пьянства. Продолжение этого вранья до сих пор. Пьянство советское, только советское, никакого другого. Если вы видите пьяницу, это наследие советского режима. Смотрим, кто сколько пьет, тоже дореволюционная публикация. Россия 1 штоф на год. Меньше пили только в Норвегии. Англия 12 штофов, Германия 13, Италия 22, Франция 16 штофов. То есть Россия была самой непьющей страной в Европе. Ну вот только Норвегия, наверное, была менее пьющей страной, чем Россия. Ну там просто, видимо, в тех условиях не знали из чего и как готовить спиртные напитки. Потребление алкоголя в России и СССР на душу населения. Очень примечательный график. В России мы видим примерно одну и ту же цифру. Примерно около 4 литров условного алкоголя на душу населения в год. Мы видим вот как раз период правления Николая II. Это примерно 3,5 условных литров алкоголя в год. Потом тут какой-то всплеск, связанный с войной. Может быть, с тем, что во время войны производство спирта еще и в медицинских целях государством предпринималось. А потом сухой закон. Сухой закон практически нулевое производство. И пошло потом при советской власти рост и рост. Но сначала, пока была война, потребление примерно 2 литра на душу населения в год. Поэтому все разговоры о наркомовских 100 граммах, что там в пьяном виде в атаку ходили. Это все вранье. И в дальнейшем после пьяные бюджеты. Так и пошли, и пошли, и пошли. До 1985 года потом Горбачевский провал с производством алкоголя, с вырубкой элитных виноградников, что в Молдавии, что в Крыму. И снова скачок на высочайший уровень, который и сегодня. Здесь вот обозначено 16 условных литров алкоголя в год. Сейчас эксперты называют тоже от 20 до 30 литров. То есть потребление алкоголя у нас просто чудовищное. Чудовищное. Это спаивание, это алкоголизация страны является сознательно организованной политикой. Правление коммунистов, поствоенных и правление Ельцина и Путина. Смотрим потребление мяса. Потребление мяса здесь указано от последних лет империи. Около 40-50 килограмм на душу населения в год. Потом 20-30-40-е годы снижение всплески падения. Но общий уровень примерно 25 килограмм на душу населения. Их поствоенные годы. Стабильный рост, который достиг потребления Российской империи примерно к 1970 году. То есть от 1917 года к 1950 году. Представляете, какой огромный провал, какой разгром сельского хозяйства произошел за вот этот период советской власти. Дальше чего-то там немножко росли до 60 килограмм на душу населения. Потом провал. И опять рост. Но я скажу, вот этот рост после 2000 года, который здесь обозначен. Это рост за счет мяса птицы. Вот единственное, что научились делать в период правления Путина. Мы как-нибудь посвятим тоже отдельную передачу. Ликбезу по этому поводу. Это производство мяса птицы. Вот за счет мяса птицы выросло потребление мяса в целом по стране. А так вот большевистский провал, колоссальный провал по потреблению мяса. Ну вот и все эти цифры показывают, какой была Российская империя в период правления Николая II. Как она бурно росла. Помните, Тальков пел из темной глубины веков. Ты поднималась Исполином. Вот этот Исполин поднимался. Его надо было уничтожить. И уничтожили его с помощью внутренних и внешних врагов. Прежде всего внутренних. Виновником краха Российской империи является прежде всего так называемое революционное большевистское движение. Но это не главный виновник. Главный виновник это февралисты. Это люди, которые хотели из России сделать что-то такое европейское, поевропейничать. В результате их самих вырезали самые гнусные криминальные элементы, которые поднялись не из глубины веков, а поднялись из тьмы и невежества и зверской природы человеческой натуры. То есть самые главные враги наши на сегодняшний день и тогда это либералы. Это либералы-февралисты, которые выступали против Российской империи, против монархии. На втором месте, конечно, большевики, вся эта советская мифология клеветническая. На третьем месте заговорщики внешние, которые финансировали все это и сейчас продолжают финансировать. Что с путинским режимом заводят очень теплые отношения и направляют ее в нужную сторону на уничтожение русского народа и всех перспектив России. Что с уличными либералами, которые готовят на смену для того, чтобы, когда путинская власть рухнет, было кому прийти и продолжить тот же самый гибельный курс. Те, кто клевещет на Николая II, конечно, не являются союзниками русского народа, потому что создают иллюзии, создают ложные представления о том, чем была Российская империя и кем был император, государь Николай II, прославленной русской православной церкви, сначала зарубежной русской православной церкви, потом и московской патриархии, которая на самом деле из этого прославления не сделала абсолютно никаких выводов, прежде всего о своих собственных грехах за февральскую революцию. Очерчивая успехи Российской империи в предреволюционный период, хотелось бы еще раз повторить, что этот период был самым успешным в русской истории, самым успешным для русских, для русского народа, который стремительно увеличился численно, чье благосостояние увеличилось высочайшими темпами, чья грамотность, общая культура, рост высокой культуры, все это росло, все это на глазах превращалось в явление несопоставимое с развитием каких-либо других народов и государств. И вот именно это и должно было быть уничтожено. И именно этим воспользовались большевики, так называемая советская власть, на самом деле партократия, для того, чтобы оправдать свое существование. Еще тут война им помогла, они оправдались победой, купленной миллионами и миллионами жизней солдат, отброшенных в топку, вместо того, чтобы использовать военное искусство, развитое на высочайшем уровне в период правления Николая II. И это искусство не позволило пустить немцев под Москву, как это сделала советская Красная Армия. Царская армия воевала совсем в другом месте и близко к своим границам. И в 16-м году была готова к победе, когда был нанесен удар в спину всеми этими силами, февралистами-либералами, коммунистами, тоже либерального свойства. Если посмотрите, что там Ленин писал, то это типичный либерал во многих своих взглядах. И вот этой мировой закулисой, которая использовала также свои собственные правительства для того, чтобы предать Россию. И вот это совместное коллективное или интегральное предательство обрушило Российскую империю не потому, что она была слаба. И император Николай II не проиграл ничего. Он ничего не проиграл, потому что он не проигрывал. Проиграли вот эти заговорщики, которые, устроив заговор, поставили свою голову, положили свою голову на плаху истории. Эта голова была отрублена. И, конечно, советская власть использовала многое из того, что было заложено именно в период империи. И весь тот рост, который показывают, он либо фальсифицирован в начале первых пятилеток, потому что все это было просто восстановление, элементарный запуск производства, которые были уже готовы, были уже построены, как, скажем, железные дороги были уже построены. Осталось только приписать их ввод в действие. Доказательство жизненности советского коммунистического строя за счет большей производительности труда себя не оправдало ни в сравнении с другими странами, ни в сравнении с Российской империей. Еще раз скажу, Российская империя – это образ нашей Родины. Вся символика, вся культура, литература, экономика – все происходит оттуда, из Российской империи. А все нестроения, которые мы испытываем и сегодня, происходят от гнусного предательства верхами власти, интересов России и русского народа. Это предательство сегодня является совершенно очевидным. Кто его не видит, этого предательства со стороны путинского режима и путинских чиновников, тот не видит ничего, тот абсолютно слеп. Кто не видит того, что имперский период истории России является самым выдающимся и самым великолепным, тот как минимум слеп наполовину. Давайте же мы прозреем и увидим свою собственную историю, убедимся в том, что она действительно принадлежит великому народу, и этот великий народ, оккупационную власть, враждебный режим должен сбросить и вернуться к тем истокам, которые были утрачены нами, нашей государственностью в 1917 году. Русская власть должна быть установлена, русское национальное государство восторжествовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова